Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернаторов, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас низкокалорийный выпуск. Сегодня сохранил чек на необычный товар. С одной стороны, он имеет очень низкую калорийность, легко усваивается организмом и обладает большим запасом полезных веществ. С другой стороны, этот товар держит рекорд по количеству отравившихся им за один раз. Согласитесь, противоречивый набор. Но бояться и гадать не стоит. Наш сегодняшний герой – кабачковая икра. И мы начинаем! Кабачковая икра – это уникальный продукт отечественной гастрономии. Его изобрели в 30-е годы прошлого столетия. И с тех пор кабачковую икру можно встретить на полке в каждом четвертом холодильнике страны. Это самое доступное и полезное блюдо среди прочих консервированных овощных пюре. В его производстве задействованы десятки предприятий в южных провинциях России. На полках можно найти 60 наименований этого продукта. Из них в Самаре представлены 12 торговых марок. Как среди такого многообразия найти хороший продукт – спросим у потребителей. Чтобы не мутная была жидкость. Ну, чтобы каких-то там грязи, чтобы не было обычных таких ошметков каких-то черных. Там, ну, так вот, чтобы все чисто было, выглядело. Особенно дно банки сегодня смотрим. На состав? Срок годности, соответственно. Какие добавки там? Ну, вообще стараюсь такое не брать. Делаю сама. Консервирую. Наверное, на производителей и на содержание всяких консервантов прежде всего. Обратил бы внимание на производителей, конечно же, и на цену. Это сама со мной. Ну, наверное, я основываюсь, если дорого, значит качественно. В одной знаменитой комедии кабачковую икру отнесли категории редких заморских деликатесов. На деле все было в точности, да наоборот. Делали нас ее вкусно и много, да и кушали на все случаи жизни. Но, как сегодня обстоит дело, с этой довольно-таки доступной, но все-таки икрой. Будем выяснять. Для этого выберем три разных производителя кабачковой икры. Героями сегодняшней программы станут торговые марки Бондюель, Огородников и Пиканта. Всех участников расположен в алфавитном порядке согласно названиям. В финале программы выберем победителя и узнаем, кого из них на хлеб намазать не стыдно. Название «Икра кабачковая», так же, как и сам продукт, заслуга советских технологов и самая большая лингвистическая хитрость пищепрома. Стране советов необходимо было накормить народ чем-то вкусным, но при этом недорогостоящим. Рыбная икра, по понятным причинам, как и сейчас, была уделом избранных. Тогда как у кабачков имелись целые поля. Плюс ко всему, это низкокалорийный и ультравитаминный овощ. Так и родилась идея смешать кабачки, морковь, лук и томатную пасту и выпустить в цвет новый продукт. А приписка икра обладала магической притягательностью для изголодавшихся дефицитом горожан. За счет этого кабачковая икра сразу же произвела оглушительный успех и даже получила звание «Самая популярная закуска XX века». Есть хороший и простой способ, как определить качество кабачковой икры. Просто переверните банку и посмотрите на ее содержимое. Хорошая паста должна быть в меру густая. Если икра слишком жидкая, то производитель использовал недоброкачественные исходные материалы. Такая икра вас вкусом не порадует. Если же она слишком густая, значит в банке много загустителей. Как еще определить качество, узнаем в наших глубоко субъективных тестах. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Обратимся к составу. В промышленных условиях состав икры кабачковой входит непосредственно сами кабачки, морковь, лук, томатная паста, соль, специи. Если вы видите муку или химические добавки, кладите банку обратно на полку. Ничего вкусного вы там не найдете. Здесь лучшими показателями соответствия блеснули марки огородников и пиканта. Им отдаем по баллу. Идем дальше. Теперь откроем крышку и посмотрим, что внутри. Если на поверхности просматривается слой прозрачной жидкости, продукт был изготовлен не из свежего сырья, а из замороженного. В этом испытании все участники соответствовали норме. Каждому по баллу. Оценим цвет. Он должен быть светло-коричневым. Если он слишком яркий, ближе к красному. Внутри слишком много томатной пасты. Если насыщенные оранжевые, в продукт добавили тыквенное пюре. Эти ингредиенты не опасны, а тыква даже полезна. Но такая икра уже явно не кабачковая. А значит, деньги на ветер. Хороший показатель опять же у марок Бандюель и огородников. Они лидеры этого теста. Идем дальше. Консистенция качественной кабачковой икры должна быть или мелкозернистой, или однородной. В последнем случае их легко намазать, и нет явных частиц зерен и семян. В этом испытании также выиграют марки Бандюель и огурцов. Теперь попробуем тест, озвученный в начале. Закроем банки и перевернем. Посмотрим, насколько густыми или, напротив, слишком жидкими окажутся наши участники. Здесь лучшими оказалась кабачковая икра Бандюель. Она одна зарабатывает балл. На магазинных полках кабачковая икра может храниться более двух лет. А вот в открытом виде только три дня. Так что обязательно читайте срок годности и будьте внимательны. Приятного аппетита! При всей своей пользе и популярности кабачковая икра оказалась и в центре эпидемиологического скандала. В 1933 году в Днепропетровске она стала причиной массовой вспышки ботулизма, после чего ее авторитет был подорван на многие годы. До тех пор, пока Никита Хрущев снова не вернул овощную икру на прилавки и даже расширил производство. А все это из-за любви первого секретаря КПСС и всей его семьи к диетическим продуктам. Насколько безопасными оказались участники наших дней, узнаем у специалистов. В лабораторию поступило три образца кабачковой икры. Кабачковая икра исследовалась на показатель ГОСТа массовой доли сухих веществ. Два образца кабачковой икры по результатам лабораторных исследований соответствуют требованию ГОСТа, именно по показателям сухих веществ. А один образец не соответствует, а именно массовая доля сухих веществ занижена. Кабачковая икра обладает большим набором полезных свойств. Витаминами группы А, В и С, массой минеральных веществ и все это на удивление в крайне низкокалорийном продукте. Плюс ко всему, она превосходно усваивается организмом и полезна при занятии спортом. Но помимо полезности, кабачковая икра должна быть и вкусной. Оценить наших участников по этому показателю мы пригласили тренера по йоге Анастасию Артемову. После занятий она любит побаловать себя легкими перекусами. И здесь кабачковая икра – незаменимая вещь. Очень люблю заниматься йогой. Сейчас лето и очень модно заниматься йогой в парках. Поэтому мой коврик, он всегда со мной. Даже когда у меня нет формы, я могу просто прийти в какой-то скверик, сесть на свой коврик, посидеть в тишине, подышать воздухом. Также я очень люблю здоровое питание, овощи и всякие овощные салаты, пюре. В частности, кабачковая икра я считаю очень полезным и очень часто ее употребляю в своем рационе. Вот это вот очень нежное, и в меру, и специи, и соли. То есть прям очень даже приятно кушать. Консистенция хорошая. Им действительно вкусно, все гармонично сочетается. И чувствуется, что это кабачковая икра. Какая-то пресноватая. Да, пресная, не чувствуется никаких ни специй, и в то же время кабачки не могу распределить, распознать. Ну, какая-то такая очень обычная, просто какая-то кашица овощная. Это очень соленая. Да, соленая. Чересчур именно вот это перебивает все остальные вкусы. И только чувствуется, что как бы какое-то пюре очень-очень напичканное специями и солью особенно. Мне кажется, что участник номер один – это победитель у нас. В сходной таблице видны результаты всех испытаний. Участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе им стала кабачковая икра марки «Бондюэль». Поздравляем победителя. Самая лучшая кабачковая икра – та, что изготовлена в летние и осенние месяцы. Это самый сезон созревания кабачков. Поэтому сырье для такой продукции всегда свежее. Так что внимательно читайте этикетку и покупайте лишь качественные продукты. Но все равно не забывайте сохранять чек, чтобы было что тестировать. Пока-пока.